кого это принесло где-то долбанная дверь и открывай давай мудила ну и рожа у тебя я тоже рад тебя видеть чё пойдем выпьем нормально я тут у тебя хата неплохо затаился так ну давай выпьем я так бы не просто так меня позвал да ну ты говорил тебе нужно работенка ну ты сказал что какое-то прям конкретное дело есть что музыка не работает полюбно тыкать пальцами своими да я громкость регулировал дай выпить то тоже иди пей нормальный хоть вискар или как всегда помои какие-то сойдет но рассказывай пока что дело одно образовалась у грабель банк можно неплохо навариться как вы сейчас бездомный как бы ну ты посмотри на меня какой бездомный все четко у меня но на самом деле даже в машине у соседа короче банки садину пляжа думаю можно обчистить нужно будет подготовиться хороший вискарик подготовиться к ограблению ты чё как старые добрые хочешь но что делать не разума были раньше копами ну не заряда не зря я думал это время прошло и после того последнего нашего неудачного дела как-то не знаю а какие перспективы чё по бабкам нормально тебе хватит я смогу уехать в коста рику чтобы сделать дело и завязать уже все до конца получится нет возможно работа знаешь мы все равно долго скрывались после него это все понятно работаем вдвоем или кто-то еще будет вдвоем но есть куратор куратор дело на человеку доверять можно он на знает нет о это это радует даем давай наверно тогда как-то начнем в принципе я согласен пойдем гараж съездим к нему так это не гараж что у тебя даже спальне есть чё у тебя тут за аппарат стоит что ты идешь не идешь дойду иду я в спальню зашел все думал мало ли какая-нибудь челочка у тебя лежит ооооо слушай машина конечно да садись давай посмотреть то хотелось с подсветочкой ты прям как школьник поехать давай поедет недалеко дорогу знаешь да да так ты с ним работал наверное уже или что приходилось раньше я не слышал а как у него погоняло коля ребенок знаешь я слышал о нем пару слов но лес на что-то никто не отзывался ты уверен что он у нас не кинет до говорят серьезный тип на самом деле куля ребенок говорят что да а там кто его знает ладно ладно эй мадам куда побежала идем куда сюда наверх до плаза ооо вот это хата слушай вот это хата да ну и я конечно но все же его даже нам повезет на такое да мне в принципе и не нужно такая мне бы бабками разжиться сужая mq news к какой то стоит сейчас подожди хлопну о шато бордо 85 по карте в принципе можешь увидеть там отмечен банк да слушай все как на ладони прямо слушай так он так сейчас я позвоню кое-кому он кажется профессионал в своем деле смотри патроны уютное местечко прямо шикарное да теперь банками занимается буржуа лос-антос уже не узнать мои времена психи хотя бы выглядели как психи а теперь у вас мебель из каталога и пристойный вид ладно вы готовы мы начинаем ну может не прямо сейчас но скоро начнем очень большое дело еще не все готово но хотел бы вам кое-что рассказать наша цель отделением фрека ничего сложного вступительного взноса нет обычно все по-другому все дела взнос плавите мы организуем дело и вы его проворачивать но в этот раз я покрою начальные расходы в знак моей доброй воли вы ничем не рискуете если только вас не посадят или не застрелят ну что готовы что думаете у вас есть вопросы замечания предложения ладно чего мы ждем поехали осмотрим место черт странный парень поехали так ну чё идем старая елена развезем едем отделение флика на западном шоссе рядом с чумашем еще поехали итак мы молчали друзья вы наверное хотите знать что дальше я вам расскажу а мы подъедем банку осмотрим его заберем кое-какое снаряжение вернемся на базу составлять план мы не грабим банк мы никого не трогаем просто сидим и смотрим видите ли я люблю чтобы будущие жертвы как и девушки были на той стороне улицы даже не подозревали что за ними наблюдают почему именно этот банк потому что и сотен банка в этом штате удача улыбнулась именно ему опять же хороший опрос у вас много хороших вопросов вы прямо как одаренные дети или как налоговая служба так вот в этом банке есть ячейки в одной из них лежат ценные бумаги спрятаны от налоговой которая никто не объявит розыск понимаете к чему я клоню охрана будет слабая но относительно слабо если вы мечтаете взять федеральное хранилище очень тяжелая если вы по жизни грабите магазинчики и заправки банды которые лежат в этой ячейке стоят гораздо больше так что небольшая эскалация напряженности вполне оправдана кроме того вид на море что может быть лучше чем смотреть на океан когда думаешь про деньги власть тюремное заключение убийство все это серьезные темы которые не дают тебе покоя когда ты в первый раз идешь на серьезное дело полагаю ребята мозговитое иначе вся эта молчаливая заставляет вас думать что у вас проблема с головой ну да ладно давайте доберемся до места и узнаем что и как так но мы уже подъезжаем отлично я чуть не уснул пока ехали вообще мне все нравится в деле главное что будет нормальная подготовка все остальное особо меня не волнует вот он смотри и запоминай я взломал их систему слежения с телефона вот смотрите что мы видим места немного охраны почти нет персоналу все будет пофигу особенно ячейки клиенты будут думать как превратить это в киносценарий ячейки в задней части комнате в сейфе нам нужна ячейка номер 167 шоссе рядом съезд удобно для вас это хорошо быстрее уйдете но и для полиции это неплохо они быстро приедут хорошо хорошо может выйдем осмотрим обратно на швейную фабрику на швейную фабрику ну поехали еще немного осталось ну ладно не прошло и года вот она сочу за писем стоит без понятия надо было захватить сидим в машине или выйдет на мужика похоже идем меня-то подождите какого хрена ты толкаешься едем к вам домой я тебе и так верю спасибо я вроде ничего не забыл одежда оружие сумки маски бур папки с фотографиями результаты слежки мы сейчас выглядим довольно позрительно потянет на сговор с целью совершения ограбления и что сна спасает за мысль прицепление мыслям и почти завершили задуманные если сейчас попадемся нас возьму с поличным не попадемся они профессионалы слышала самые дешевые профессионалы в городе я бы сказал они подают надежды если мы с тобой не начнем играть бонни и клайда с инвалидностью другого не будет она бы не хотела вас обидеть она просто немного если бы они не обиделись они бы об этом сказали ох наконец-то приехали и не говори я думал это никогда не закончится в машине воняет на самом делеay м Продолжение следует...